Вы смотрите новое Нижегородское телевидение в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко и Илья Приходько. Здравствуйте. Новое предложение от Минздрава ограничить продажу алкоголя лицам, которые не достигли возраста 21 год. И разные отношения в обществе. Кто-то говорит, что это неоправданно, другие говорят, что это нужная инициатива. Действительно ли это так нужно, рассуждаем в прямом эфире. День за днём мы начинаем. С недавнего времени Минздрав не только предупреждает, но ещё и предлагает. На то, в общем-то, это и соответствующее министерство, которое должно заботиться о здоровье граждан. Алкоголь, в первую очередь, крепкий. Нельзя, говорят специалисты Минздрава, продавать лицам моложе 21 года. Страшно подумать. И здесь есть поддержка Министерства здравоохранения России, здесь есть поддержка Русской Православной Церкви. А вот общество раскололось в данном вопросе и не знает, чью сторону поддержать. Потому что одни говорят, что это да, действительно здорово, это необходимо делать, потому что мозг молодого человека формируется как раз к 25 годам. Другие говорят, что ни в коем случае этого не стоит делать, потому что тогда молодёжь перейдёт на контрафактную продукцию. А с другой стороны, непонятно получается, в армии служить можно с 18, браки можно создавать тоже, в общем-то, с этого возраста. Алкоголь с 21, что-то здесь не клеится. Попытаемся сегодня разобраться в прямом эфире с вашей помощью, уважаемые наши телезрители. Но вообще забота о здоровье в нашем правительстве, она давно такая тема важная, да, и разные высказывались государственные деятели по этому поводу. Давайте прямо сейчас посмотрим мнение одного из первых лиц нашей страны. Надо наказывать тех, кто прямо или косвенно способствует увеличению несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя. Для таких лиц поправками предусмотрен нижний предел наказания в виде лишения свободы от 2 до 6 лет. Нужно также увеличить штрафы за производство, приобретение, хранение, перевозку и продажу немаркированной алкогольной продукции. Этого добра у нас тоже в стране хватает. Несмотря на принятые меры, они, кстати, дали свой эффект, этого не видеть тоже нельзя, это справедливо. Тем не менее, от суррогата сегодня гибнет в год более 23 тысяч человек. В общем-то, о том же самом Дмитрий Анатольевич говорит, мне кажется, каждый год. Вот конкретно эта запись несколько лет назад была сделана на одном из заседаний правительства. Говорим, заботимся, предлагаем, Минздрав предлагает 21 год. Ужесточаем, ужесточаем не только в рамках страны, но и на территории каждого конкретного региона. Сегодня первые лица города и области, а также эксперты в этой области, расскажут нам, насколько эта инициатива полезна или здесь все-таки стоит как-то более серьезно относиться к подобным предложениям. Все это в прямом эфире нового Нижегородского телевидения. Напомню, телефон прямого эфира 434-34-77. Готовы сделать признание, во сколько попробовал алкоголь в первый раз в жизни? Да, ты знаешь, сейчас попробую вспомнить. Это, наверное, было лет 15, но, конечно же, это был некрепкий алкоголь, по-моему, это было шампанское. Хорошо, вслед за тобой я тоже сделаю признание. У меня в 16 лет состоялось знакомство с этой огненной водой. Видите, пока все не в 18. Повышение возрастного цен за до 21 года. Только тогда можно будет покупать алкоголь. Отмечу, крепкий алкоголь, градус которого превышает 16,5. Мы сегодня призываем вас участвовать в нашем обсуждении. Как это всегда принято, по телефону 434-34-77. Звоните и высказывайте свое мнение. Со скольки лет, по-вашему, все-таки нужно продавать алкоголь? Или Минздрав занимается чем-то не тем, какие 21 год? Даже если речь идет о крепких напитках, звоните. Телефон, напомню, 434-34-77. Есть группа ВКонтакте, называется она «День за днем». Там размещено интерактивное голосование. Мы также озвучили опрос, который звучит и у нас в эфире. Со скольки лет нужно продавать алкоголь? Три варианта развития событий мы предлагаем вам. Голосуйте за тот вариант, который вы поддерживаете. Итоги подведем в конце нашего эфира. И вариант первый, как и сейчас, с 18 лет. Это та самая правильная рамка, которая уже выбрана и которая поддерживается всеми. Вариант второй. Поднять нужно до 21 года этот возрастной ценз. Вы согласны с Минздравом. Ну что такое 18 лет? Ну дети еще. 21 год нормально. Если так считаете, голосуйте. И вариант третий. Снизить до 16 лет. Это вот именно такой вариант верный, считаете вы, для того, чтобы, если есть желание, то попробовать могли бы в этом возрасте и для себя решить, что им нужно. Итоги, как ты и правильно ранее сказала, в конце часа. Ну а прямо сейчас предлагаем видеоматериал посмотреть, чтобы поподробнее узнать об инициативе Минздрава и о том, как обстоит ситуация, если так можно сказать, с алкоголизацией населения России. Министерство здравоохранения России подготовило законопроект о запрете на продажу крепкого алкоголя гражданам до 21 года. В ближайшее время его вынесут на рассмотрение правительства. Изначально ветер подул, конечно же, с Питера. Осенью прошлого года соответствующее изменение в федеральный закон предложил внести губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В качестве аргумента приводились данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым Россия находится на четвертом месте в алкогольном рейтинге в мире, а на душу населения потребляется более 15 литров чистого спирта в год. В конце года с аналогичной инициативой выступил бывший хоккеист, а ныне сенатор Вячеслав Фетисов. Проблема, по его мнению, обостряется в связи с, цитата, «заметным ухудшением качества алкогольной продукции и неспособностью 18-летних подростков приобретать дорогой и качественный алкоголь». Это увеличивает вероятность покупки дешевых суррогатов, что угрожает жизни и здоровью молодых людей. За нарушение предлагаемых норм Фетисов предложил установить штрафы от 10 тысяч рублей для граждан до 300 тысяч рублей для юридических лиц. А вот председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Сергей Калашников назвал предложение популистским и напомнил, что аналогичные проекты неоднократно отклонялись. Цитата, «президент он избирать может, а выпить не может. Я считаю это совершенно популистской инициативой, не имеющей никакой законодательной перспективы. Мы не Америка». Трудно не согласиться с последним мнением. Посмотрим, к какому консенсусу придут участники нашего сегодняшнего эфира, и первый участника готов приглашать прямо сейчас. Это человек, который и отвечает за организацию «Здоровое поколение», и за движение «За трезвые Нижние». Алексей Якимов. Алексей, добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. Известный пропагандист «Трезвый образ жизни» в Нижнем Новгороде, скажем так, чье имя даже занесено в энциклопедию «Трезвенников», как-то так оно называется. Да, международное. Во, международное. У вас и книги с собой соответствующие. Принес на обозрение. Сегодня покажу, чего мы добиваемся, чтобы подтвердить наши слова и наши действия, которые мы предпринимаем для внедрения трезвого образа жизни в общество. Хорошо. К этому тогда вернемся чуть попозже. А пока посмотрим на цифры, которые есть, которые в открытом доступе из-за алкоголя. В мире ежегодно умирают более трех миллионов человек от официальной данной. Впечатляет, на самом деле. Это 5% от общего числа смертей. При этом 13,5 случаев смерти среди людей в возрасте от 20 до 39 лет, как утверждают медики, связаны с употреблением алкоголя. Но это сухая статистика. Вот, пожалуйста. Ну, впечатляет. И вот цифры 20-39. Тогда, может быть, вообще запретить продажу алкоголя до 40 лет, пока люди не поймут и не осознают. Потому что в 40 лет у мужчины детство заканчивается как раз, да? В меры степень глубину. Ну, я вот, например, считаю, что вот этот первый шаг, который сделан, ограничительный, до 21 года, он не просто правильный, он своевременный. И на этом останавливаться нельзя. Следующий шаг, это должен быть выведение торговли алкоголем из жилых домов. Вообще абсолютно любого, начиная от пива. Соответственно, потом из торговых сетей алкоголь убрать и торговать им только в специализированных магазинах. И уже в дальнейшем это, соответственно, скажем, движение, которое приведет к введению сухого закона в стране. То есть вы в перспективе добиваетесь введения сухого закона? Более того, мы обоснованы уже многократно трезвенческие движения по всей России. Направляли уже и свои законопроекты, и в Государственную Думу, и в федеральные собрания. То есть мы надеемся, что нас услышали, и как раз вот эти первые шаги, которые сделаны, как раз сделаны на основании тех предложений, которые делают трезвенческие движения. Одними ограничительными мерами обойтись здесь нельзя. Вот с этим я соглашусь, потому что противники того закона, который сейчас предлагается, они в основном ссылаются на некие юридические аспекты, связанные с наступлением права человека, с его совершеннолетием. Вроде он уже взрослый, а ему вроде как и все. Совершенно верно. Право распоряжаться собственной жизнью, собственным здоровьем и тому подобное. Но вот это вот право на здоровье заканчивается у человека, когда у него начинаются проблемы со здоровьем. И тогда вот эти проблемы начинает решать Министерство здравоохранения, Министерство социальной политики. А с результатом раннего употребления алкоголя, еще и плюс МВД и соответствующие правоохранительные и контролирующие структуры. Так вот, ограничительные меры это не единственные. Соответственно, нужно заниматься профилактикой, чем и занимаются общественные организации, в том числе и наши. Допустим, вот у меня в руках, я вам дам вот такое, посмотрите. У меня в руках есть учебные пособия, которые я привез из Ярославля. Вот в Ярославской области подобные учебные пособия находятся в каждой школе, общеобразовательной. И читают самое главное? Более того, в рамках уроков ОБЖ, там в каждом классе, это учебные пособия как для учеников, так и для учителей и родителей используются. Но вот в Нижегородской области вот эти учебные пособия, они представлены только в Музее трезвости, больше нигде. Хотя автор этих учебных пособий наш Нижегородец. Так вот, используя положительный опыт того, что уже внедрено в других регионах, можно использовать это в Нижегородской области. Я с этим предложением уже выступал в Законодательном собрании в 2018 году. И председатель Законодательного собрания Евгений Викторович Лебедев, он отметил, что это для Нижегородской области как минимум необходимо. То есть вопрос остается только про работу финансирования. Причем финансирование, Ярославская область с этим справилась. Я думаю, Нижегородская область тоже справится. Не отстанет, да. Вот для первого класса я держу в руках азбука «Счастливой жизни». В первом классе даже не знают, что такое алкоголь. Глядя на родителей, я думаю, многие знают. И заканчивается эта книга тем, что Вася, это, видимо, герой этой книги, говорит о том, что же такое счастье. Счастье каждый представляет по-своему, но все же, наверное, настоящее счастье – это когда и тебе, и всем вокруг тебя хорошо. Вот тут по-разному можно интерпретировать. И противники, я думаю, сухого закона могут это по-своему вывернуть. Но когда Алексей сказал про сухой закон, я думаю, что многие наши телезрители вспомнили. И вздрогнули. Виноградники в Крыму вырубали когда-то. Такая формулировка должна быть, потому что мы будем наступать на те же грабли, которые уже были под нашими ногами. Я специально принес некоторые цифры для того, чтобы… Вот, опять же, этот вопрос, он для России, он не новый. У нас в России сухой закон в том или ином виде вводился два раза. 1914 год, абсолютный сухой закон накануне Гражданской войны. И всем известное постановление правительства Советского Союза – это от 1985 года. И оба раза мы потеряли страну, Алексей, после этого. Нет, как раз скажу вам, что то поколение в 1914 году, которое было рождено трезвым, оно выиграло Великую Отечественную войну. Те трезвые люди, которые родились и выросли в трезвом обществе. А вот в 1985 году специально принес цифры и статистику, да, то есть мы всегда опираемся на цифры. Когда вопрос касается, то есть ругали, да, виноградники, да, перегибы, да, у нас там частенько происходит то, что мы не ожидаем, да, то есть вырубалось. Но, тем не менее, сухие цифры, которые выдало не только правительство, но они промониторены и подтверждены, что смертность от алкогольных отравлений снизилась на 56%, несчастные случаи насилия на 36%, количество самоубийств на 41%. Но, что самое главное, в период с 1985 года по 1988 родилось на полтора миллиона детей, причем здоровых детей больше, чем за весь период истории Советского Союза, и это было именно связано как раз с введением вот этого сухого закона. Ну, скажем так, полусухого закона. Вот тут можно спорить сколько угодно, но с цифрами не поспоришь, Илья. Ну, вот и правильно говорит Алексей, главное, чтобы это, если и произойдет, то произойдет без перегибов. Давай попробуем спросить у законодателей, как это можно сделать. Ну, да, давай позовем в нашу студию еще одного гостя, депутата законодательного собрания Нижегородской власти, Артем Баранов. Артем, добрый день. Здравствуйте, проходите. Вот есть активный Нижегородец, который вплоть даже готов идти до другого закона, Артем. Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые телезрители. Как к подобной инициативе вы относитесь? 21 год – это вот та рамка, когда уже все можно, или все нужно оставить, как есть сейчас, 18 лет? Это вот та самая золотая середина? Вы знаете, непростой вопрос, который, да, вы правильно сказали, что стал актуален после инициативы Минздрава, после проработки законопроекта. Вопрос, безусловно, требует обсуждения, причем обсуждения со всеми заинтересованными, скажем так, лицами. А тут заинтересованы многие, не вся страна. Да, и с полицией, естественно, и с оргами госвласти, и, конечно, с молодежью. Поэтому вопрос непростой, на него однозначно, пожалуй, нельзя ответить. И, конечно, он направлен на охрану здоровья подрастающего поколения, молодежи. Ну, вот вам бы сейчас сказали, вы депутат ЗАГС Собрания, надо вот сейчас проголосовать. Но вам не регионы, например, да. Ну, вы знаете, для того, чтобы отвечать категорично, нужно провести как минимум общественное обсуждение и обсудить на круглых столах, на различных встречах. У вас должно же быть свое мнение, Артем. Я, как молодой человек и молодой отец, принял бы однозначное решение об увеличении. А если бы вас вернуть вот тогда, когда вам было 20 лет? Ну, мое мнение не осталось бы прежде. Не изменилось бы ничего. Конечно. Давайте посмотрим еще на данные, которые у нас есть. По данным исследований, уже за минувший 2018 год. Мы нашли самые пьющие страны, но, как говорят эксперты, все эти рейдинги достаточно... Ну, это Всемирная организация здравоохранения, на минуточку. Вот они составили пятерку самых пьющих стран, на душу населения, в общем, по количеству потребления спирта. Удивительно, но Беларусь вот оказалась в числе... Я сначала думала, что рассматривают постсоветское пространство, но увидела здесь Чехию, и все встало на свои места. Россия не в числе лидеров, но все-таки на пятом месте. В принципе, вообще, можно ли, вопрос к обоим нашим гостям, можно ли назвать ситуацию на самом деле критической? Или мы просто всеми этими обсуждениями чуть вперед паровоза забегаем и говорим, что все плохо, 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 а на самом деле чуть лучше? Давайте, может, тогда начну я, да? Да, да. У меня, опять же, есть данные, которые проводились в рейтинге, исследования, которые проводила трезвая Россия. Причем это проводилось вместе с телеканалом России. Они это проводят ежегодно. Так вот, касаясь, ну давайте, Нижегородской области. Еще буквально несколько лет назад Нижегородская область, она входила в десятку самых пьющих регионов России. И, ну, соответственно, этот вопрос нужно было как-то решать, принимать шаги, причем шаги вплоть до, ну, таких ограничительных, суровых, строгих. Привело это к чему? Последний рейтинг 2018 года, и Нижегородская область опустилась в этом рейтинге, ну, в хорошем смысле опустилась, на 66-е место. То есть, результат есть? Есть. Алексей, а может этот вопрос как считать? Потому что количество магазинов там черное и желтое, назовем так, их стало больше? Совершенно верно. Рейтинг, он никак не бьется с тем, что мы видим на самом деле. То есть, например, открываются новые магазины, они чуть ли не в каждом доме, и, опять же, это когнитивный диссонанс. То есть, например, человек смотрит в телевизоре, да, есть определенный рейтинг, выходит на улицу, у него в каждом доме есть алкомаркет. И вроде бы смотрит. Но, давайте так рассуждать. Вот, опять же, возвращаясь к истории, как только в стране наступает некий кризис, да, о котором нам говорят, кризис, санкции и тому подобное, что больше всего начинает производиться и продаваться? Это алкоголь. В 90-х годах, когда развалилась страна, сюда хлынул поток вот этого спирта-рояль, да, которым травили и душили. Некоторые израбатывали на этом спирте и делали себе многомиллионные состояния. И точно так же происходит и сейчас. Как только в стране становится тяжело и нужно делать шаги для того, чтобы преодолевать сложности и трудности, тут же нас пытаются споить. Кто это делает и за счет чего? Ну, это вопрос, в первую очередь, наверное, уже к внешней политике, потому что, ну, здесь можно рассуждать и найти, скажем, заинтересованных листов. Они будут далеко не в пределах нашей страны. Но давайте вот посмотрим с другой стороны. Зачем придумывать какие-то новые идеи, новый законопроект, когда мы не можем справиться с тем, что у нас есть? У нас сейчас есть разрешенная планка 18 лет. И время, да, разрешенное. Но далеко не во всех магазинах продавцы серьезно к этому относятся и продают алкоголь лицам, которые не достигли и этого возраста. Давайте вместе посмотрим видео, когда молодые люди пробовали и действительно достигали необходимого результата, они приобретали алкоголь. Школьникам, еще не достигшим 18-летия, продают алкогольные напитки, табачные изделия и энергетики. И мы хотим проверить, так ли это. Поехали! Здравствуйте, можно драйв? Банки или бутылки? Сейчас, сейчас, подожди, мало. Да, в бутылке. Все, ничего, другие. А вот можно туборг? Да. Спасибо. Противопоказано детям и подросткам до 18 лет. Все написано, есть официальные запреты, есть штрафные санкции. Почему это не работает, Артем? Ну, вы знаете, здесь мне бы хотелось отметить работу наших недобросовестных предпринимателей, которые, к сожалению, нарушают наше законодательство и позволяют своим подчиненным, продавцам, скажем так, продавать лицам до 18 лет алкоголь. Здесь нужно проводить работу, усиливать то направление, чем занимает сейчас партия «Единая Россия», а именно общественный контроль. Мне кажется, нужно уделить этому особое внимание. Вот больше таких рейдов и самостоятельных, и с участием депутатов и общественных. Конечно, конечно, обязательно. И увеличение штрафных санкций, иначе, видимо, не работает. Ну, вы знаете, ведь правильно сказал коллега в начале своего выступления, напомянув то, что одними только ограничительными мерами мы с вами не решим этот вопрос. Как мне кажется, нужно создавать больше возможностей для занятий, например, спортом для молодежи. Как можно больше использовать социальную рекламу. Ведь, смотрите, вот даже в рамках той партийной программы формирования комфортной городской среды, в рамках которой проходит общественное обсуждение, в которых принимает активное участие наша молодежь, ведь смотрите, что она предлагает. Она не предлагает для себя установить в наших парках, общественных пространствах, внутри дрововых территорий, лавочки или там что-то подобное для посиделок, так называемых, да? Сейчас, как мне кажется, наметилась тенденция к тому, что алкоголь и сигареты это не модно. Моден здоровый образ жизни, моден спорт, модно занятие физкультуры. Это вопрос пропаганды в этом случае. Конечно. И вот возвращаясь к формированию комфортной городской среды, молодежь что предлагает? Во-первых, велодорожки. Во-первых, площадки для экстремальных видов спорта. В-третьих, площадки для игровых видов спорта. Словом, дать им возможность заниматься, чтобы не заниматься спортом, самореализация. Для распития грибких напитков. По поводу благоустройства Нижнего Новгорода и отсутствия велодорожек или каких-то спортивных территорий мы поговорим еще и завтра. Завтра будем обсуждать сквер на Прыгунова, где Русская Православная Церковь хочет возвести храм, а местные жители автозаводцы категорически против. Ну а сейчас с нами на прямой связи федеральный эксперт, директор Центра исследований федерального регионального рынка фалкоголя, сокращенно ЦИФРРА, Вадим Дробис. Вадим, здравствуйте. Да, добрый день. Ну вот, 21 год. Крепкий алкоголь до 21 года не продавать, Минздрав предлагает. И очень многие с этим согласны. Ваше мнение на этот счет? Насколько знаем, вы категорически против. Здесь дело-то в другом. Я никогда не был лоббистом и не являюсь им. Я лоббист здравого смысла, а не алкоголь или алкогольного бизнеса. Ну вот смотрите, есть мировой опыт и есть российский опыт. С 12-13 лет алкоголь начинают употреблять дети. По статистикам всяким и всяческим, ну уж к выпуску из школы все попробовали. А если почитать статистику Минздрава, то у нас чуть ли школьники неповально употребляют алкоголь. Чуть ли там не 30-40-50%. При действующем, вы уже задали предыдущему товарищу, почему закон есть до 18 лет, а все равно употребляют. Дело не в доступности в том, что в магазинах легальных продают или нет. Ну, во-первых, у нас гигантский рынок нелегальной продукции, которая продается в нелегальных точках. И никуда с ним не денешься, пока минимальная зарплата в России не будет равна хотя бы 100-120 бутылкам легальной водки, а это 1025-30. Никуда мы не денемся от нелегального рынка, хотя он есть в любой стране. Говоря о России, я уже подчеркнул, что Минздрав рассказывает, что с 12 алкоголь интересует, а где-то даже с 10, а вот до 18 лет запрет продажи все равно не работает. Берем зарубежный опыт, да нет нигде позитивного. В США с 21 года разрешена продажа. При этом официальный пик потребления с 17 до 21. После 21 вроде бы вот уже плод не запретен и интерес, ну и уже, так сказать, отвели душу. Плюс есть американская традиция уезжать учиться в техникум и колледжи в другие города. Я сам месяц ездил по Америке именно по этим вопросам. Вот спрашивал взрослых стариков от конгрессменов и ниже, почему вы уезжали учиться, мнутся? Я им подсказываю, вы, наверное, чтобы оторваться на алкоголе и наркотиках? Да, вот американская традиция нескольких поколений. В своем городе колледжа есть, не едут туда. Гигантская индустрия изготовления поддельных прав. То есть, Вадим, иными словами, все бесполезно, потому что рынок это дырявый и не надо поднимать никакие цены. Нет, немножко не так, не бесполезно. Это просто надо принять как данность. С этим надо бороться, но это все равно будет. Вы же тоже были молодым человеком. Ну скажите честно, неужели вы в 15 лет не попробовали? Попробовали наверняка уж. Ну конечно, сейчас это можно поделиться уже. Вами сидит ведущая, тоже не кривите душой. Мы не кривили душой. Мы честно признали. Когда я призналась, насколько я попробовала первый раз, мне уже сказали, что зря я это сделала. Это значит тоже, вот конкретно, видите, Минздрав вроде бы смягчил свою позицию. Сначала они хотели, значит, до 18 лет запретить продажу, то есть до 21 лет запретить продажу всего алкоголя. На этом отпиарилось уже 4 поколения депутатов, Государственной Думы, чиновников, то есть ну все. От спортсменов великих там, ну все, кто мог. И государство все-таки не принимает, именно потому что здравый смысл возобладает постоянно вот над этой позицией страуса. Если проблема не имеет решения до 18, она и не будет до 21. А теперь, ну кстати, я вот еще Германию приведу, там, например, 16 лет пиво-вино. Ну, в общем, понятно, Вадим, да, мы логику поняли. На европейский опыт мы посмотрим чуть попозже, а в нашем эфире благодарим вас за комментарий. Директор Центра исследований федерального регионального рынка алкоголя цифры Вадим Дробис. Ну, вот такое мнение как. Коллеги, 30 секунд на возражение. Да, пожалуйста. Вот следуя этой логике, да, в Соединенные Штаты отправляемся. Штат Колорадо сказал, у нас марихуана курит, давайте мы разрешим курить. К чему это привело, да, ну, мы говорим об алкоголе, этиловый спирт, который является вообще сильнодействующим наркотиком и ядом. Вот об этом еще наверняка расскажет нарколог, который в нашем эфире. А вот, например, то, что касается наркотиков, которые в штате Колорадо разрешили, и вот они не больно давно выдали как раз статистику. К чему это привело? Увеличение преступности, увеличение смертности, увеличение торговли, распространению в том числе на черном рынке. Следуя вот логике вот этого предыдущего оратора, говорит, ну, если эта проблема не решается, давайте ее отпустим, да, как пили там с 15 лет. Нет, ну он за здравый смысл говорил, не совсем отпустим. Какой-то здравый смысл, когда человеку говорят, ну, если ты пробуешь наркотик в 15 лет, продолжай его пробовать, потому что эту проблему решить нельзя, это бред. Артем, вы что скажете? Тут как нелицеприятно отзывались о парламентариях, правда, федеральных. Предыдущий оратор, да. Вы сейчас можете припиариться тоже на телефонной связи с нами. Я говорил о том, что вот, в том числе и о вас, во сколько вы употребили алкоголь, это я хотел бы сказать о себе. Я впервые употребил алкоголь, например, в 20 лет, потому что в нашем кругу это было действительно не модно, потому что у нас была возможность заниматься спортом, потому что у нас были различные творческие увлечения, потому что нам давали возможность для того, чтобы мы даже не вспоминали и не думали об этом. Это во-первых. Во-вторых, обсуждая вот этот вопрос, обсуждая эту проблему, здесь нужно не забывать и, наверное, все-таки и об экономической составляющей, и не забывать о добросовестных предпринимателях. Ведь, с одной стороны, да, здоровье на одной чаше весов, а на другой чаше весов это наши предприниматели, которые работают в сфере оборотов алкоголя. Добросовестные предприниматели. Ведь, приняв данный законопроект, если он будет принят, ведь наверняка ориентабельность бизнеса у них уменьшится. Ну, слушайте, здоровье нации дороже, но мы не будем думать о том, что, как сказал Илья, желтый и черный заработает на этом или не заработает. Ни одна другая тема не вызывает такой поляризации обществу, как тема возраста, с которого можно продавать алкоголь. Прежде всего, крепкий. Об этом сегодня и говорим. Буквально через несколько секунд озвучим мнение телезрителей, которые дозванивались, оставляли свои комментарии, свои реплики. Но прежде мы в гости пригласим еще одного эксперта. Это председатель молодежного парламента, приездок на дательном собрании Нижегородской области. Татьяна Скоробогатова. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Настало время узнать мнение молодежи. А пока вот реплики наших телезрителей есть. Сколько людей, столько и мнений. Галина Михайловна с 18 лет, Ирина с 21 года, Галина Александровна с 21 года. Зло, на самом деле, не от алкоголя, а от наркотиков. Когда борьба с наркотиками станет эффективной. Ну, тут говорят, что нельзя, сухой закон будет, как во времена СССР. Последствия будут такие же. И комментарий от Лилиана. Михаил Задорнов шутил, что к 21 году он уже бросил пить. Татьяна, молодежный парламент, все равно же молодежь, да? Молодая, инициативная, красивая, счастливая. Сколько среди вас людей, страдающих алкоголизмом, ты сейчас спросишь. Ну, это рано об этом говорить, да. Но что, не было, что ли, когда вы собирались бы компаниями по завершении, например, года на корпоратив? И, ну, хотя бы выпивали шампанское. Ну, конечно, не буду лукавить. Мы, как молодежь, конечно, пробовали алкоголь. И сегодня тема такая острая. И много дискуссий по этому поводу. Но я скажу не как со стороны законодательной власти, а, наверное, с той стороны молодежи, которая живет в муниципальных районах. И, вы знаете, я хочу сказать, что главная та инициатива, которая сейчас выдвинута, она не была ради инициативы. Потому что, чтобы мы не получили тот эффект обратной связи, когда молодежь под запретом начинает все больше хотеть попробовать алкоголь. Когда нам запрещают, нам хочется вопреки, да? Конечно. Но вы понимаете, что все равно, как уже ряд экспертов сказал, 12-13 лет молодежь пробует алкоголь. Так или иначе. Так или иначе. И дальше, к 18 годам, это выбор каждого человека. Уйти в спорт, уйти в бизнес, в обучение. Или все-таки увлечься алкоголем. Нет, Алексей вообще предлагает двигаться к сухому закону постепенно. Как вам? Вот да, я сейчас свою позицию тоже выскажу. И можно приводить ряд статистик. И мы в свое время, когда еще жила в муниципальном районе, в Шатковском районе, тоже проводили рейты. И вот буквально эксперт, который говорил, дело не в доступности. Один из тех факторов, это как раз доступность алкоголя. Если мы с вами посмотрим на одно из ограничений, да, 18 лет. Проводим рейды и понимаем, что не всегда это ограничение работает. А это, знаете, когда мы проводили один из рейдов, нам один продавец сказал еще, это был 2013 год, что, знаете, мои дети не пьют, а ваши как хотят. И меня немножко повергло в шок, потому что это доказывает о том, сколько бы мы ни боролись, пока в психологии каждого из нас не будет, что это наш ребенок, и ты лично его спаиваешь. Бывали случаи, когда приходил несовершеннолетний в магазин, ему не продавали алкоголь. Но он попросил дяденьку. Но он попросил дяденьку, и дяденька купил алкоголь. У меня был такой случай, тоже подходил мальчик на улице, спросил. Да, ты не понял, да? Я не отказал. Давайте посмотрим, как происходит в других странах. Хотя Вадим Дробис уже в эфире озвучивал, Алексей Якимов также говорил. В США, Египте, Индонезии, Казахстане алкоголь нельзя продавать тем, кто младше 21 года. Это та рамка, которую мы обсуждаем сейчас. Если мы посмотрим на государство Скандинавии, там порог установлен на уровне 20 лет. А если мы в нашу страну переключимся и узнаем данные социологических опросов, которые проводили в нашей стране, то идею повышения возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года поддержали 78%. Мотивировка разная, кто о чем говорит, но большинство, 54%, говорят о том, что это снижает работоспособность. На самом деле много вариантов последствий употребления алкоголя в качестве снижения. 46% это болезни, 44% это семейные конфликты. Да, как это... В любом случае, когда кто-то начинает из родителей в семье употреблять алкоголь, да, очень часто такая история заканчивается. Алексей, что самое страшное из всего того, что мы перечислили? Хотел сказать, вот эта последняя диаграмма, которая была, она подтверждает слова, которые как раз вернутся к экономике. Говорят, что на этом зарабатывают. Вот как раз на этой диаграмме показано, что на один заработанный рубль государством с продажей алкоголя приходится вот как раз там три позиции, где три рубля государство теряет. Это на восстановление здоровья, то есть потерянного в результате употребления. Вот, снижение работоспособности, это, соответственно, снижение производства. И, вот, болезни я уже сказал, семейный конфликт, это, и все это относится к органам МВД, да, то, что, например, там, дорожно-транспортные происшествия, потери человеческих жизней в результате чрезвычайных ситуаций, пожары и тому подобное, утопления, в том числе и суициды. Потому что, вот, я бы не согласен, наверное, считаю, что с теми доводами тех, кто вот не хочет никаких мер принимать в отношении повышения, там, ограничений каких-то по продаже алкоголя, не согласятся люди, родственники чьих пострадали в результате вот как раз употребления. Родственники тех, кто оказался в психиатрической лечебнице с алкогольным психозом. Далеко ходить не надо, за примерами, пожалуйста, у нас буквально вчера произошел, ну, в районе, где я живу, в соседнем доме, молодой человек, находясь в запое с Нового года, совершил попытку суицида. То есть, сейчас находится в коме, в 33-й больнице. То есть, далеко ходить не надо. Я думаю, что его мама в данный момент, если бы услышала, что кто-то отстаивает продажу алкоголя, сейчас бы вцепилась просто тому человеку просто в лицо. Но и мама, значит, в какой-то период не досмотрела, раз ее ребенок дошел до такого состояния. Не выходил на ответ с Нового года. Это как раз мы говорим о том, что все проблемы начинаются не в магазине, они начинаются в семье. Они начинаются в семье, да, и в школе. Начинаются с воспитания и тому подобное. Татьяна, вот посмотрите книги, которые принес Алексей, я первый раз их вижу, но вот подержав руки и посмотрев, что там внутри, мне показалась эта идея очень интересной. Как на самом деле на законодательном уровне, может быть, сделать, чтобы у нас в школах, у нас для первоклашек, для... Вот там, я посмотрела учебник, как 10-11 класс, да, появились, может быть, на факультативном уровне такие истории. Вы знаете, мы проводим, да, очень замечательные книги, я думаю, с Алексеем пообщаемся и обязательно представим в молодежном парламенте. И мы упускаем такую вещь, что многие ребята, мы проводили такие уроки, они абсолютно не знают о последствиях употребления алкоголя. А что говорят тогда вот про последствия? Они говорят, ну, как бы, мы спрашиваем, да, ребята, вот почему. Ну, классно, потому что круто. Ну, в первую очередь предложили там родители когда-то, да, на таких каких-то мероприятиях. Пусть лучше это будут сделать родители, чем кто-то другой. Чуть-чуть, да, второе мнение, ребята, это, ну, это круто, сверстенько. Мы взрослые, наверное, да, вот такое понимание есть. Ну, что ты слабый, да, ты что, не можешь, попробуй. И все, и дальше это происходит. Кто-то отказывается, да, кого-то, как вот Алексей привел пример, затягивает. Но опять же, вопрос еще в чем, Алексей? Ни в коем случае мы не отстаиваем позицию, что мы не хотим увеличить. Вопрос в том, к чему это приведет. Ведь, безусловно, ограничив 21 год, качество, мы не только говорим суррогатный продукт, который уже сейчас есть. А почему такое идет заболевание? А потому что добавляют все вещества, которые в процессе и формируют привязанность к алкоголю. 21 год, да, они не будут, может быть, может быть, они не будут покупать в магазине. Но они будут продавать у этих добрых бабушек и тетушек спирт, от которого они даже, извините, медицина не сможет им оказать помощь. Дурень будет еще больше. Да, будет еще больше. Самигнать начнут еще, не дай бог. И они не обратятся, потому что на психологическом уровне они будут понимать, что они нарушают закон, 21 год. И действительно, помочь таким людям, возможно, будет сложнее. Поэтому здесь комплексный должен быть подход. Да, я за любые меры борьбы с алкоголизмом у подрастающего поколения. Но я против абсолютно, чтобы это было номинально. Что мы предложили, как вот коллега сказал, мы попиарились и мы молодцы. Мы хоть что-то сделали. Мы хоть что-то сделали. Татьяна, спасибо за вашу реплику в эфире. Давайте посмотрим. Нам еще не хватает мнения врача. Очень острое не хватает. Будет скоро. Мы сейчас посмотрим еще и мнение нижегородцев. Опрашивали в основном молодежь. Как они относятся к запрету, повышению возраста продажи алкоголя? Давайте посмотрим. Это правильно. Почему? Молодежь же не должна употреблять алкоголь и заниматься спортом. Ну, я думаю, что 18 люди уже способны решить, употреблять им алкоголь или нет. В этом возрасте другим надо заниматься, учиться. Может, чем творческим заниматься. Плохо. Почему? Потому что мне пока еще нет 21-го. Ну что, потерпите? Ну, не знаю. До 18-ти вроде решили же. 18 лет совершеннолетие. Почему до 21-го не продавать? Лучше вообще не пить никогда. Я не пью, никому не советую. Я считаю то, что многие люди, они ждут 18-летие для того, чтобы нормальные праздники отмечать. Все правильно. Почему? Ну, потому что успеваются. Ну, и сейчас в нашем эфире обещанное мнение специалиста, которого мы ждали. Мы сюда приглашаем психиатра-нарколога, кандидата медицинских наук Феликса Банщикова. Феликс, здравствуйте. Добрый день. Проходите, присаживайтесь. Без вас не разобраться так ведь в этой теме совершенно. Вы-то как считаете, надо ограничивать, поднимать запреты, крепкий алкоголь до 21-го точно никак не надо продавать? Смотрите, ну, честно говоря, я бы не сказал, что ставить так вопрос, это, ну, достаточно, это несколько узко. Минздрав ставит так вопрос? Объясню, почему. Потому что я, когда первый раз попал в Соединенные Штаты, лет 15 назад, когда увидел на двери бара табличку «Вход лица до 21-го года запрещен», я очень удивился. Так потом понял, что, конечно, запрещают, во-первых, если говорить о Штатах, неоднократно упоминали Соединенные Штаты, конечно, запрещают продавать любые алкоголесодишащие напитки, но при этом всячески всевозможными способами стараются молодежи 21-го года оградить от любых элементов культуры, связанных с потреблением алкоголя. То есть речь о культуре. Не показывать по телевизору имеется в виду, да? Все невозможными способами. Понятно, что ребенка, там, подростка нельзя отзвучить от телевизора, да? Его нельзя не пустить в ресторан, где продают в принципе вино, но если он взрослый, то его можно не пустить в бар, его можно не пустить в ночной клуб, где продают вино, алкоголь и так далее. Если вспомните СССР, пропаганда здорового образа жизни, нечета нынешней, количество спортивных секций бесплатных для детей в огромном количестве, пропаганда противоалкогольная, опять же, чтобы быть по пьянице алкоголем, это стыдно. В общем, тоже нечета сегодняшней, но это не работало. Почему? Потому что культура, то есть потребление алкоголя в России, к сожалению, стала элементом социальной культуры, в общем, традиция, которая очень глубоко выросла. Культуре потребления алкоголя, давайте вернемся чуть попозже, мне эта формулировка очень нравится. Давайте посмотрим еще на экономику, о чем говорил Алексей. В минувшем году продажи алкоголя в России увеличились почти на 5%, это в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Однако, что любопытно, не все категории алкогольных напитков выросли, например, водка, тяжелый алкоголь, да, упала. Но, тем не менее, в Малой Таре она осталась популярна, те самые чекушки. Экономим, что ли, получается? О чем мы говорим, экономика показывает свои цифры, и мы все видим. Или пенная победила все-таки? Вот я все-таки хотел бы вернуться к тому, на чем мы закончили, это культура потребления, потому что, давайте, одно за другим, да, ну, мы, культура, это, я тоже неоднократно это слово слышал, мы тоже с ним боремся, и причем мне вот дико режет уши, когда слово культура потребления алкоголя произносит нарколог. Объясню почему. Основатель института мозга, Бехтерев, в свое время сказал, что не существует никаких малых доз алкоголя, которые являлись бы для организма безвредным, и тем более не существует никакой культуры потребления малых доз. Для мозга, который умирает вследствие попадания туда этилового спирта в любых пропорциях, от полутора процентов до сорока и выше, ему абсолютно все равно, он умирает, клетки мозга умирают, потом эти клетки выводятся с мочой, то есть человек буквально пропивает свой мозг, и потом его спускает в унитаз. Феликс, так страшно, как говорит Алексей? Это правда. Более того, еще один академик сказал, расскажите людям правду об алкоголе, что это такое, и он перестанет пить. Мне кажется, и после этого эфира я даже шампанское на Новый год перестану. Я вам сейчас скажу, опять же, я очень люблю всегда пользоваться примерами из истории. Вы думаете, вообще культура потребления, вот ее возьмем в кавычки, она появилась только сейчас, в современном мире, где-то там в 90-е, 2000-е. То есть наркомовские 100 грамм. Да, либо сейчас нет. Я вам скажу, что еще в начале 20-го века был один крупный промышленник, владеющий золотыми приисками, в том числе продававший казенную водку. Фамилия его Гинсбург. И вот тогда это один из первых, кто вкладывал свои личные деньги и старался оправдать через рекламу, через покупку мнений, в том числе и врачей, безопасного употребления. Безопасного употребления. Вы конечно же в прыске маркетолога. Одного чайного стакана, на секундочку, 200 грамм водки в день. Поэтому это не сегодня родилась вот эта вот культура потребления, в кавычках. Знаете, еще есть у нас цифры, просто мы говорим о том, что люди не идут, может быть, на уловки маркетологов сейчас, меньше потребляют алкоголь. Мы запретим до 21 года продавать. Давайте вообще введем сухой закон, но цифры говорят сами за себя. Есть самогонные аппараты. Тут, значит, тоже интересную тенденцию наблюдают сейчас. Последние цифры. Около 100 тысяч аппаратов в год продаются сейчас. Это за последний год было продано. За 2018, да, все правильно. И по подсчетам, по самым скромным, полтора миллиона самогонных аппаратов на руках уже у людей находится. И как прогнозируют эксперты, через три года на фоне падения доходов населения эта цифра может вырасти до 2,5 миллионов аппаратов. То есть мы запретим официальный алкоголь в официальных точках, но народ начнет гнать. Феликс, как думаете, насколько я так выражу? Не приведет ли я к подобной этой инициативе? Я бы хотел просто продолжить свою мысль. Не важно, называть это культурой, традицией потопления алкоголя. Так вот, если запрещать, по моему мнению, конечно, не имеет смысл. Но только в том случае, если это будет просто первым шагом в неких далеко идущих планах реализации мероприятий по отсечению, по выведению из вот этой части подростков, подростков, молодых людей, из того, что мы можем называть это культурой, традициями, социальной культурой потопления алкоголя, то, что, к сожалению, в нашей стране есть. Можно бесконечно, понимаете, спекулировать, вещая по поводу, да, вот будут продавать, значит, будут здесь. Но это совсем другая история. Это вопрос уже к правоохранительным органам, тем, кто борется с незаконным оборотом о наркотиках, алкоголе и так далее. Можно бесконечно спекулировать по поводу красивыми жонглижами, красивых словами, что вот служить в армии с 18 можно, а алкоголь нельзя. Слушайте, ну из древних мальчиков готовили, из них воинов и охотников уже с малолетства. Это не значит, что уже с малолетства готовить их к употреблению алкоголя. Разные, да, категории весовые абсолютно. Наши зрители считают, что алкоголь яд, но нужно спорить с тем, что это как данность пробу алкоголя 12-13 лет, с этим надо спорить, значит, наши зрители не представят. Уже Оксана в начале программы сказала, что там формируется полностью, правда, не мозг, а психика, то есть личность человека до примерно 25 годам. 21 год это, ну, где-то минимальный возраст, когда человек может сознательно принимать решения уже для себя осознанные, понимая, что такое хорошо, что такое плохо именно для себя. До этого возраста им руководят эмоции, давление молодежной среды, авторитеты и так далее. Именно поэтому, повторяю, имеет смысл повышение возраста, но памятная только о том, что просто одна сам по себе, сам по себе этот запрет, он принципиально ничего не изменит. Знаете... Очень много на просторах интернета, да и вообще общаясь в нашем коллективе, мы нашли мифов об алкоголе. Да. Мы сегодня уже многие озвучили в эфире, но давайте еще вместе с вами попробуем вспомнить. Вот как в игре «Стук одному». Примерно так. То есть давайте вспомним, что мы уже говорили в нашей студии. Во-первых, возьму на себя смелость озвучить то, что говорил уже Алексей, алкоголь в малых дозах безвреден. Есть такой миф или нет, кстати? Миф, конечно. Алкоголь – это яд. Этиловый спирт – это токсическое вещество, которое воздействует на организм человека. Вы знаете, что в странах Европы, где есть культура употребления вина, ну то есть там Испания, Германия, Британия, низкий процент алкоголизма, очень высокий процент цирроза в печени. Алкоголь – это яд. То, о чем говорил Алексей. Еще один миф. От дорогого продукта вреда меньше. Элитный алкоголь какой-то, да? Мы покупаем элитный алкоголь, или мы купили, или вообще взяли себе самоконный аппарат, что-то там сделали. Или крепкую бутылочку черной. В основе любого алкоголя… Есть спирт. Этиловый спирт, формула которого в любом виде она неизменна. С2H, 5УH. Вам какая разница? Действует она одинаково. Печени и мозгу, и всем остальным органам, в том числе и сердце, да, опять же, называем, причина смертности самая высокая у нас на сегодняшний день – это от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть спирт, все, ставим крест, мы поняли. Любой врач скажет, алкоголь является причиной возникновения самая высокая у нас на сегодняшний день. Если у вас, если цианин завернут в красивую тряпочку или в грязную какую-то обертку, это останется цианином. Миф абсолютный. И еще одно – спиртные напитки избавляют от стресса. Так ли это? Они действительно, спиртные напитки могут снижать стресс на каком-то этапе, но здесь одно лечим, а другое калечим. Вот этот негативный эффект алкоголя, он куда более сильно превалирует над положительным… Интересная тема, я понял, что часа мало, это тот случай, когда на нашем эфире… Особенно, когда спикеры готовы отстаивать свои точки зрения и свои позиции. Я думаю, что к этой теме мы вернемся еще не раз, мы продолжим все это в эфире нового Нижегородского телевидения, но пока подводим итоги интерактивного голосования. За сколько лет нужно продавать алкоголь? Спросили мы телезрителей. Самый непопулярный вариант ответа – 14% говорят, что надо даже снизить бы до 16. Но это аутсайдер, 14% лишь. Дальше 37%, как и сейчас, в 18 лет оставить эту рамку. И почти половина, 49% считают, что возраст продажи алкоголя, хотя бы крепкого, надо поднять до 21 года.